Назначенный недавно специальный докладчик ООН по вопросам свободы религии и убеждений высказался против нетерпимости к членам религиозных течений. Он сообщил, что репрессии Фолунгун со стороны китайского режима, которые длятся уже 11 лет, не останутся без внимания. КНР является постоянным членом Совета безопасности и постоянно нарушает принцип свободы религии. В своём первом обращении Генеральной Ассамблеи ООН 21 октября Хайнер Биллифельд заявил, цитата, «Небольшие группы, такие как свидетели Иеговы, Бахаи, Ахмади, Фолунгун и другие, иногда именуются сектами и часто сталкиваются с предрассудками, которые могут даже возводиться в степень теории заговора». Фолунгун – это духовная практика, которая достигла пика популярности в Китае в конце 90-х годов прошлого века. В 1999 году, по оценкам властей КНР, число последователей составляло от 70 до 100 миллионов человек и превысило число членов правящей коммунистической партии. В том же году режим запретил Фолунгун вопреки конституции страны. Ярлык так называемой злобной секты начал использоваться властями КНР позднее для оправдания репрессий. Информационный центр Фолуньдафа – это правозащитная организация, которая отслеживает факты репрессий Фолунгун. Исполнительный директор центра Леви Брауди приветствовал критику Биллифельда в адрес режима КНР за использование названия секта в отношении Фолунгун. Брауди сообщил газете Epoch Times, что власти КНР, цитата, «навесили этот ярлык и далее заявили, что уничтожить Фолунгун – правильное дело, по сути подтвердив, что 11-летняя компания на национальном уровне, включающая систематические похищения и пытки миллионов невинных людей, носит черты геноцида». Конец цитаты. Начиная с 1999 года, информационный центр Фолуньдафа задокументировал более 3400 случаев гибели последователей Фолунгун в результате различных форм репрессий. Это в среднем один последователь каждые три дня. «Самый высокопоставленный представитель ООН по религиозным вопросам ясно заявил, что Коммунистическая партия Китая участвует в религиозном преследовании Фолунгун. Он привлёк внимание к вопросу в самой решительной манере. Это приковало КПК к позорному столбу и служит предупреждением всем тем, кто участвует в репрессиях». Специальные докладчики ООН давно выражают свою озабоченность репрессиями китайского режима в отношении Фолунгун. Выделение Биллифильдам этой проблемы из числа прочих в ходе его 15-минутного обращения Генеральной Ассамблеи показывает её особую важность. Генеральной Ассамблеи